Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передача Добрый вечер, Гомель! И в студии Светлана Князева И Александр Гамоля Уважаемые телезрители, не так давно завершился первый этап отборочного тура конкурса «Юная телезвезда» Более 500 ребят в возрасте от 10 до 15 лет приняли в нем участие Было все, и слезы горечи, и слезы радости Ну а как же без них? Но самое главное, мы узнали, что в Гомельской области очень много талантливых детей Которые поют, танцуют, прекрасно чувствуют себя на сцене И даже многим взрослым могут дать фору в жанре ораторского искусства Кто бы в этом сомневался? Ну и, конечно же, всех их объединяет одна мечта Стать телеведущим и вести детскую телепередачу Вашему вниманию заключительное мероприятие отборочного этапа конкурса «Юная телезвезда» «Юная телезвезда» Активные, позитивные, а главное амбициозные. Такие они, будущие звезды телеэфира. Мозырь, который славится своими талантами, не подвел и в этот раз. На районный этап областного конкурса пришли самые раскрепощенные, в хорошем смысле, юные мозыряне. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Илария. Мне 12 лет. Я учусь в школьной номер 9 города Мозыря. Мне нравится петь, танцевать и рисовать. В общем, я весьма творческая и неординарная личность. От Москвы до Ленин и города и добраться до Москвы. Я ж в мире и добраться до Москвы. Меня зовут Павел Тихомада. Я учусь в 13-й школе города Мозыря. Мне очень нравится учиться в моей школе. Только в прошлом году я приехала из самой древней столицы мира. Город Дамаск, Беларусь. Мне очень нравится здесь учиться. Здесь есть много мероприятий. Здесь спокойно. Здесь очень, очень красиво. Город Дамаск, Беларусь. Александр Александрович, кстати, молодой человек, будущему псевдоним не понадобится, был сегодня одним из самых ярких участников. Александр, расскажите о себе, чем вы любите заниматься, что планируете. Я люблю очень заниматься пением, танцевать. Я очень занимаюсь в моей школе фотографиями, занимаюсь искусством. А еще я очень участвую в разных праздниках, конкурсах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария, мне кажется, вы играете даже в жизни. Вот скажите, кем вы себя видите в будущем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я себя вижу в разных ролях. Бывает, что я себя думаю, что я буду тренером, но потом открывается какая-то еще другая способность, и я теряюсь. Я не знаю, кем я могу стать. Но мне бы очень хотелось быть актрисой. Мария, вы сегодня всплакнули на сцене. Это было искренне или вы хотели разжалобить жюри? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты считаешь, чем ты выделяешься на фоне других участников? Я громко рассказываю, и мне это очень нравится, и я позитивная всегда. Быстро и легко завожу себе новых друзей. Люблю также разговаривать на разные темы. Люблю, ценю в людях такие качества, как добро, щедрость и милосердие, а также не приемлю такие качества, как подлость, озлобленность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи, что ты делаешь для того, чтобы стать журналистом? Я снимаюсь в видеороликах, пишу статьи на разные темы, и этим способствую развитию своему. Я бы очень хотела бы победить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу стать очень знаменитым танцором или пойти работать в милицию. Максим, на вопрос, кем вы хотите быть в будущем, вы ответили – милиционером или танцором. Откуда две такие крайности? Танцором я хочу быть, потому что я увлекаюсь брейк-дансом уже 4 года, и мне это очень нравится в будущем. Очень хотелось бы стать им. А милиционером, потому что такая профессия довольно-таки удачливая, и она очень приемлемая для меня. Мы стараемся мотивировать его на все занятия, которые ему нравятся, и которые он сам для себя придумывает. То есть определенной направленности мы ему не даем. То есть все, что он делает, это его выдумки, его мысли, его дела. Скажите, в каком возрасте и как вы обнаружили, что у вас уникальный такой ребенок? Он был еще совсем маленьким, ему было месяцев 6, он сел на шпагат. Поэтому мы поняли, что он будет танцевать. У нас даже есть фотография подписанная Нуреев. Татьяна, вот вы одна из самых известных ведущих в городе. Можно сказать, лицо Мозыря. Как вам кажется, большой у нас потенциал? Я думаю, что потенциал огромный. Сегодня в этом зале собрались действительно самые яркие, самые талантливые, самые артистичные дети нашего Мозырского района. И я думаю, что по итогам сегодняшнего конкурса нам не будет стыдно на областном этапе. Мы сегодня все звезды! Сегодня были все звезды. Но на областном конкурсе «Юная телезвезда» Мозырь будут представлять пластичный Максим Тофеенко, артистичная Мария Иванова, серьезный Дмитрий Карабон и многогранная Шишка Илария. Впереди у этих замечательных ребят полуфинал. Состязание, в котором из почти сотни участников определится группа финалистов. А победителей выберите вы, уважаемые телезрители, путем голосования в прямом эфире. Остается только пожелать участникам удачи. Ремеслом, которое издревле вводило публику в изумление и вызывало восторженные чувства, он стал заниматься с самого детства. Он мог перетасовать колоду карт, даже к ней не прикасаясь, открутить себе палец и вернуть себе его на место. Затолкнуть поток в кулак и вытащить его из уха соседа, за что друзья иронично прозвали его фокусник. И он стал фокусником. Виктор Шишко в гостях у программы. Добрый вечер, Гомель! Виктор, добрый вечер! Добрый вечер! Большое вам спасибо, что согласились побывать у нас в студии и стать гостем нашей телепередачи. Да, встречи с вами мы ждали с огромным терпением. Так что ждем сегодня удивлений от вас. Как я понял, не столько удивлений, сколько разоблачения наших профессиональных секретов. Может быть, не без этого. Но тем более сейчас такая появилась тенденция на телевидении рассказывать секреты нашего искусства. Поэтому сегодня я тоже попытаюсь вас научить какому-нибудь простому детскому фокусу. Будем ждать. Так будет здорово. Многим белорусам Виктор Шишко известен благодаря своему первому шоу «Магия» и телепроекту российскому «Удиви меня». Где Виктор постарался удивить членов жюри не единожды. Молодой, подающий большие надежды, иллюзионист из Могилева. Не так давно состоялось шоу Виктора в Гомеле. Но, Виктор, расскажите, с чего все начиналось? Ваша любовь к фокусам появилась с детства? Вот ключевое слово вы уже произнесли. Это слово «любовь». Наверное, любое дело, которое мы в жизни начинаем, когда оно начинается с этого слова, получается здорово. Ну, а самое главное, любовь, она же никуда не исчезает и не проходит настоящая любовь, несмотря на время, расстояние. Так вот, и любовь к моей профессии, она также никуда не исчезла, приумножилась и, в общем-то, до сих пор остается верной и ревнивой спутницей моей жизни. Тот ключевой момент, вот, когда вы поняли, что всё, я буду фокусником и никем другим. Ну, многие думают, что фокусником можно стать в детстве, ещё, может быть, раньше. Ну, конечно, да. Но на самом деле, я когда был совсем юным, совсем маленьким, даже не помышлял о том, чтобы стать фокусником, артистом. И мама меня готовила стать вообще, так сказать, человеком серьёзным, который будет не только хорошо зарабатывать, но, в общем-то, будет делать какое-то серьёзное дело, работать с какими-то бумагами, предположим, в каком-то серьёзном заведении. А я всё-таки пошёл совершенно по другим стопам, направлениям. И, в общем-то, любовь к искусству появилась, конечно, в самом юном возрасте. А уже позже, в лет 12, мне попала впервые книжечка с очень простыми, примитивными, я бы сказал, фокусами, ориентированными для художественной самодеятельности в армии. И, как вы понимаете, там была сделана подборка такая фокусов, чтобы их можно было показать, независимо от мастерства, таланта и, в общем-то, не имея каких-то сложных приспособлений, что мне очень помогло, потому что самые первые фокусы какие-то были очень уж простые, но, в общем-то, вполне эффектные, особенно для сверстников. Так всё началось с книжицы? Всё началось с любви. Первый раз, когда я увидел выступление по телевидению, естественно, великого и ужасного Дэвида Копперфильда, мне показалось, что в жизни я ничего прекраснее не увидел, чем вот это шоу. Это было что-то невероятное. Это была просто какая-то разорвавшаяся бомба, которая унесла меня совершенно в другой мир восприятия, ощущений. Но я не знаю, мне кажется, что это был ключевой момент, когда я просто влюбился в это искусство с первого взгляда. Ну, а книжечка, конечно, попала чуть-чуть раньше в мои руки. И, как я уже сказал, не помышлял стать фокусником. Просто мне нравился эффект, который можно создать благодаря тому или иному приёму, манипуляции и так далее. Когда я был совсем юный, в лет 5-6 нас впервые повели в театр. Настоящий театр. То есть не театр приезжал в садик или в школу, как это бывает, а нас повезли, повели в театр, потому как он находился недалеко. И мы увидели невероятную постановку, которая называлась «Аленький цветочек». И, в общем-то, не только я, и все мои товарищи были очень впечатлены. И вот эта любовь к искусству, она долгое время никуда не уходила, всегда сопровождала. И мы с моим другом, уже повзрослев, делали постановки какие-то для наших брата и сестры, которые были немного нас младше. И вот у нас был целый ряд и игровых спектаклей, и кукольных. И мы как-то пытались свои творческие вот эти... Любовь к каким-то творческим экспериментам, она постоянно проявлялась. И мы что-то экспериментировали такого рода. Но уже когда я стал заниматься, первый фокус осваивать, вот тогда мы, конечно, что-то уже демонстрировали нашим младшим именно такого рода фокусного. Виктор, а как же музыка, которая тоже была в вашей жизни? Долгое время, да? Да, вот именно я и находился, наверное, в каком-то творческом поиске, потому что, наверное, так и в жизни бывает. И не зря я упомянул слово «любовь». Все было именно так, когда ты встречаешь определенного человека, ты понимаешь, что это твой человек, который нужен тебе, важен для тебя. Так и с профессией. Я находился в каком-то таком творческом поиске. Мне очень привлекала музыка, мне очень нравился театр. Но вот фокус это оказалось именно то, в чем я себя чувствовал, как говорят, как рыба в воде, где я чувствовал себя свободно, где у меня было очень всегда много идей каких-то, то, что меня завораживало, притягивало. Ну и, в общем-то, поэтому пришлось начинать, конечно, с других каких-то видов искусства, и это была музыка. В шесть лет я потребовал, наверное, будет правильно сказать, не попросил, потребовал купить мне какой-то инструмент. Естественно, на фортепиано, которое весит не одну сотню килограмм, родители не согласились, зная, что дети обычно быстро прощаются с этой мечтой. Хотя фортепиано так и остался одним из моих любимых инструментов. И уже спустя годы я очень быстро освоил этот инструмент, благодаря, опять же, любви к этому. Ну, а начиналось все с баяна. В шесть лет дедушка купил мне очень серьезный, дорогой, качественный инструмент. Мой первый инструмент. И, в общем-то, для меня это был настоящий праздник. Это был как раз ко дню рождения, а он у меня зимой. И потому для меня это была атмосфера волшебства повсюду. Я помню такую глупую и смешную историю, когда в первый день инструмент привезли ей вечером. И я улегся спать. А так как зимой светает поздно, и получается так, что когда ты просыпаешься, еще непонятно, ночь с окном или утро. Я, проспав несколько часов, подумал, что уже утро. Поднялся, включил свет и взял этот инструмент. Через несколько минут вырвались родители, потому что я их разбудил своими экспериментами. Соседи стали встречать его в стены. Ну, соседей не было, поэтому у нас был большой частный дом. Поэтому соседям повезло в то время. Вот вы говорили о любви к искусству. Скажите, наверное, ваши родители тоже повлияли на это чувство? Родители мои были сторонниками, как я уже сказал, того, чтобы я занимался какой-то очень серьезной профессией. Я учился какое-то время даже в математическом классе. Математика мне также помогла в создании тех или иных трюков. Поэтому наша наука интересна тем, я называю наука, наверное, искусство, тем, что именно в элезионном искусстве объединяется целый ряд наук. Это и математика, это какие-то технические науки, это и творческие науки. Ну, и, конечно же, музыка. Музыка является самой главной составляющей любого нашего номера. Многие фокусники, элезионисты подходят к этому вопросу, ну, весьма, так, как-то сказать, корректно. Не обращая, не задумываясь сильно на тему выбора того или иного произведения, для меня это всегда очень тяжелая и длительная работа. Бывает так, что сначала я слышу какой-то музыкально интересный материал, и я понимаю, что вот под этот материал очень здорово бы получился вот такой номер, и появляется этот номер. А бывает, наоборот, когда есть номер, и мы долгое время не можем найти ту композицию музыкальную, которая сможет подчеркнуть все достоинства этого трюка. И поэтому в течение нескольких лет я иногда коллекционирую. У меня есть папочка в компьютере, куда я забрасываю треки, которые, возможно, пригодятся для того или иного номера. Но это уже сейчас, когда я начинал, конечно, этого не было. Но я очень серьезно, как я уже сказал, отношусь к музыке, к тому, что у нас звучит в программе. Поэтому каждый элемент трюка обычно подчеркнут тем или иным каким-то самостоятельным музыкальным материалом. Ну, а вот, предположим, знаменитый Кио говорил, что мне нужен просто фон такой небольшой, веселый, такой, который незатейливый, чтобы он просто где-то на заднем фоне звучал, и чтобы этот материал музыкальный просто сопровождал мое выступление. Ну, а для нас это совершенно другая категория значимости. То есть у каждого фокусника свой характер, свой почерк, свой стиль? Да. Но самое главное, так как мы привозим и привозили в Гомель программу, которая называется «Спящая красавица», а создана она в мире фэнтези, в стиле фэнтези, в стиле готическом таком, то и музыка, конечно же, у нас соответствующая должна быть. Это не значит, что музыка какая-то мрачная, но это значит, что она должна соответствовать тем визуальным эффектам, которые зрители видят на сцене, но и которые помогают подчеркнуть тот или иной трюк, который происходит в этот момент на сцене. Виктор, вот когда вы уже стали более-менее серьезно заниматься иллюзией, этим жанром, вы чувствовали, что публике нравится, и вы тоже от этого получаете удовольствие? Знаете, когда я готовлю тот или иной номер, я всегда, ну или программу целиком, я всегда себя ставлю прежде всего на место зрителя. Я так делал, когда начинал, и когда мы делали даже наши детские постановки, мы демонстрировали не то, что выгоднее показать или проще, а то, что нам бы хотелось увидеть, чего мы не видели, чего мы не видим, и так, как нам бы хотелось это видеть. Поэтому сейчас каждый трюк, когда я создаю, я стараюсь смотреть на программу, на трюк глазами зрителя. Если меня все устраивает, как будто бы я сижу в зале, значит, все здорово. И что бы ни говорили мои коллеги, конкуренты, зрители, я не всегда прислушиваюсь к мнению, потому что сколько людей, столько и мнений. Много бывает противоречивых мнений. Кому-то нравится именно этот трюк, кому-то он категорически не нравится. И поэтому я стараюсь больше опираться уже теперь на чувство собственного стиля, опыта, вкуса. Ну, как-то так приблизительно. Ну, а в детстве были в центре друзей, в центре компании? Это был такой элемент в вашей жизни? Честно скажу, что я был и есть. Один из таких главных недостатков моего характера, который мне мешает в профессии. Но сейчас я уже вроде бы как-то немножко его поборол. Это стеснительность, скромность. И в то время, когда я начинал, конечно, это был камень преткновения. То есть вы были таким фокусником-одиночкой? Это больше в себе и в своих идеях, в своих фантазиях? Скорее просто я не был всегда в компании каким-то лидером. И вот когда уже мои сверстники увидели меня на сцене, а это случилось в 16 лет в колледже искусств, где я учился, в общем-то в этот момент произошел какой-то в их сознании перелом. Все были удивлены, что я могу абсолютно спокойно, иногда нагловато держаться на сцене. И я вдруг выглядел совершенно в другом свете, чем они меня представляли. А где вы, кстати, учились в колледже искусств? Какое образование у вас? Ну, в то время, когда я поступил, он назывался лицей, потом это был уже колледж, гимназия Могилевский учебный комплекс, гимназия колледж музыки и хореографии. Вот такое длинное название. Сейчас его сократили. Называется он колледж искусств. И, в общем-то, поэтому, а чуть позже я закончил еще университет с названием, значит, называлась специальность моя музыкальное искусство, ну и кафедра теории музыки и вокала. То есть я и играть должен, и петь, и танцевать. В общем, на самом деле я, честно скажу, что я далек от хореографии и от каких-то вокальных данных мои, также далеки от совершенства. Но, в общем-то, самое главное, чему я благодарен, конечно, прежде всего колледжу, в котором я учился, это то, что я получил не только огромный вот этот пласт знаний музыкальных, но и прежде всего мне научили работать над произведением. И работали мы очень много. Рабочий день мы начинался очень рано, обычно в 6 утра, и заканчивался он около 11 вечера. И потому как я был молодой студент, мне хотелось как-то лучше одеться, получить какие-то карманные деньги, то я устроился еще в тайне на работу. У меня было еще сначала две небольшие подработки, так я и назову это, а потом уже было даже четыре оркестра, в которых я одновременно играл. И самый большой фокус был, когда случалось, когда концерт оказывался или на одной площадке, или в разных... Виктор был окружен фокусами. Да, разные сцены, и самое главное, один артист должен играть и там, и там. Ну, в общем, тогда приходилось как-то выкручиваться старательно весьма. Но, к счастью, все обошлось благополучно, никаких скандалов с этим не было, но приходилось очень много работать, и это меня приучило к такому тяжелому графику жизни. Мои преподаватели мне помогли в этом. Но самое главное, это была любовь преподавателей и искреннее отношение к тому, что они делают. Это очень важно для любого ребенка, который видит именно искреннее отношение своего учителя. Он видит любовь к своему делу, к искусству, которым он занимается. И он видит искреннее добожелательное отношение. Это ваше участие преподаватель? Да, мой любимый. И, в общем-то, преподаватель, которого я уже называю давно, как, знаете, была сказка «Золушка крестная» была. Вот это мой крестный, который, в общем-то, всю жизнь шел и идет, и до сих пор мы являемся большими друзьями. А кто еще? Всегда рядом со мной. Его зовут Филимонов Олег Иванович. Он преподаватель музыки, в общем-то, кружка баянов, дворца пионеров, куда я пришел вот этим юным музыкантом, будущим с горящими глазами. И, конечно же, еще совершенно не представляющим, какие ужасы ему предстоят в знакомстве с инструментом и вообще с такими науками. То есть фокусник тоже испытывает ужас, когда видит какую-то техническую разработку там его фокуса или какие-то элементы, инструменты, которые нужно использовать, да? Ну, ужас я не испытываю, просто... Он же сам придумывает. Я просто знаю, как это работает, и чаще даже, когда зрители думают, ну, у него же все уже просчитано до миллиметра, никаких ошибок не может быть, у него зеркала и так далее, они даже не догадываются, что даже в самом простом иногда трюке бывают очень опасные элементы, и случаются и на репетициях, и на сцене нехорошие случаи, особенно если проявить вот это какое-то весьма пренебрежительное такое отношение, расхлябанность, как уж простите за такое слово, когда артист выходит с ощущением, что он уже великий, из величайших волшебников, и у него все получится. Конечно, есть такие трюки, в которых это пройдет, но самое главное, когда ты работаешь с опасными трюками, а у нас их почти половина программы, то, конечно же, приходится все время быть на чеку. Как я всегда говорю, я как канатоходец, который идет по канату, и даже если все отрепетировано, в момент, когда я расслабился или отвлекся, или посчитал себя величайшим из великих, я могу сорваться, и дальше может произойти все, что угодно. А зритель ведь это чувствует, да, вот это вот пренебрежение, какой-то фальш во время выступления. Все это чувствуется? Да, зритель, конечно, это вот тот инструмент, который всегда показывает, ты хорошо работаешь на сцене или нет. Я даже в разных своих ощущениях, если я приезжаю уставший, приболевший, что так же случается, и мне все равно нужно выходить на сцену, мне отменять концерт, я всегда чувствую по реакции зала, что они вот как-то хуже реагируют на что-то. Если я выхожу абсолютно полон энергии, сил, и глаза мои блестят, значит, и зритель дает мне такую же яркую энергетику. То есть был взаимообмен, была отдача от твоей энергетики, которую вы послали. Виктор, вы помните ваш первый значимый дебют? Ну, наверное, самый такой значимый для меня дебют, это был выход на сцене в гимназии «Колледж искусств», где мы стояли как раз в новогодний вечер с Петром Елфимовым, с которым жизнь не раз нас еще сталкивала впоследствии. Он пел, я показывал фокусы, это был очень веселый такой яркий вечер. Я взял часы директора, положил небольшой мешочек. Переживал директор за часы. Да, они думали, что это шутка, и я несколько раз приложился молотком и подумал, ну, получится фокус, не получится. Он уже мысленно подумал, все, он отчислен. У нас замечательный директор женщины, Людмила Алексеевна, и вот она с юмором также отнеслась к тому, что я делал, той дерзости, и, в общем-то, все обошлось благополучно, поэтому, наверное, я не был отчислен. Но часы вернули. Часы вернулись благополучно вполне. Хотя вот впоследствии, я помню, был у нас такой трюк, в котором я кладу в шкатулку какие-то ценные вещи зрители, они исчезают и появляются в другой шкатулке. Так вот, во время этого трюка они так и не появились, поэтому был такой забавный случай. Но я, конечно, сделал вид, что так все и задумано. Кстати, вот в таких ситуациях, что чувствует фокусник? Кошмар, ужас? Все зависит от ситуации. Если из ящика появляется кровавленная ассистентка, и зрители начинают аплодировать и думают, что так все и задумано, то, конечно, скажу честно, уже очень сложно как-то сохранять на крови, дирать себя в руках. Но, во всяком случае, конечно, мы не показываем никаким образом, что что-то происходит не так. Но чаще всего в нашей программе есть такие трюки, такие элементы, когда мы специально провоцируем зрителя на эти эмоции, демонстрируя какой-то элемент, где якобы что-то не получается у артиста на сцене. Или случайно что-то происходит, какая-то нелепая, такая трагическая вещь. Предположим, в программе у нас абсолютно случайно, так нечаянно отрубают девушке голову гильотиной. А я отхожу дальше и продолжаю программу, делая вид, что не замечаю этого зрителя. И приглашаю следующего. Зрители начинают кричать, что голова там упала, я говорю, что у меня с головой все в порядке, не переживайте, все. Чего вы кричите? Оказывается, все-таки, что сзади девушка, которая стояла, потеряла голову. Ну, потом я успокаиваю их обратно. Достаем эту голову и, как в знаменитом романе Булгакова, приставляем на место и отправляем девушку за кулисы. И при этом она идет и так вот трогает себя на шею. Она каждый раз так делает, потому что номер действительно очень опасный. И после даже репетиционных каких-то моментов мы поняли, что шутить нельзя, потому что после двух ударов на испытаниях этого трюка вот такой воротник, который крепит шею, разлетелся в щепки, и пришлось его изготавливать заново от силы удара. Поэтому, конечно, как я и говорю, приходится очень серьезно подходить даже к таким шуточным трюкам. Ну, а мы стараемся сделать все, чтобы зрители пришли и не чувство страха их преследовало на протяжении всей нашей программы, а чтобы они погрузились в этот мир магии, мистики. Тем более, что действие происходит в нашем программе, в нашем шоу «Спящая красавица», которая носит название, в замке, в котором спит спящая красавица. Замок уже давно заросший в лесу находится, и населяют его лишь духи, и злые, и добрые. А самое главное, по легенде, «Спящая красавица» стережет дракон. В нашей истории на самом деле сторожит эту девушку красивую, которую звали… звали-звали, неважно. Эту девушку охраняет молодой граф. И за долгие годы службы он влюбился в эту девушку и решил любым путем понять, как можно снять проклятие и пробудить спящую красавицу до сна. А волшебница, которую называют в фильме Малефисента, заколдовала этого графа, и каждый вечер он принимает человеческий облик, чтобы охранять эту красавицу от злых духов, а днем он вновь превращается в ворона. И вот таким образом в этом замке ночью происходят какие-то мистические истории, появляются разные демонические существа, ну и, конечно же, происходит вот это волшебство, магия. Но хотел бы подчеркнуть, что, конечно же, у нас на сцене не сказка разворачивается, не спектакль, а именно иллюзионное шоу, где трюки связаны просто какой-то красной нитью определённого сюжета. Есть, конечно, драматургическая линия, есть у нас интересный финал. Мы рассказываем зрителям нестандартную историю спящей красавицы, и даже не ту историю, которую они видели в фильме «Малефисента», мы отыскали, ну, конечно же, не без труда, очень интересная новая страница этой истории и решили показать её совершенно с другой стороны. А сложность вся заключалась в том, что мы хотели создать историю, которая была бы интересна одновременно и детям, и взрослым. Чтобы каждый видел... Целевые аудитории. Да, чтобы каждый при этом видел что-то своё. Не одну картинку, а каждый для себя делал свои выводы и думал в те минуты, когда длится тот или иной номер или какая-то сцена, думал о каких-то своих мыслях, переживаниях, жизненном опыте. В общем-то, для детей, чтобы это была одна сказочная история, для взрослых это была другая жизненная и вполне реальная история. Ну а самое главное, чтобы можно было прийти всей семьёй и погрузиться в этот мир магии, волшебства, которого нам в жизни, в наш технический век, очень не хватает. Партнёр показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Виктор, твои выступления в программе «Удиви меня» удивили большое количество жителей стран Содружества. А как ты попал в это шоу? Ну, на самом деле, всё было просто. Я приехал с большим чемоданом денег, продал квартиру в Могилёве. Серьёзно? Пришёл к продюсеру и сказал, надо место в финале. Да шутер. Но так как приехали ещё московские артисты, поэтому в финале места в денег не хватило, я оказался в полуфинале. Но если серьёзно, то, конечно же, я приехал, отослал сначала анкету, со мной созвонились и пригласили меня на кастинг. Сказали, не волнуйся, возьми что-нибудь попроще. Самое интересное ты покажешь уже в самом шоу. А на кастинг что-нибудь попроще. Я хотел распилить себя на две части, на кастинге. Но думаю, ладно, ничего страшного, сколько там артистов. А всего берут 16 участников. 16 участников. Я приезжаю, конечно, как человек пунктуальный, один из первых. На сцене, точнее, на съёмочной площадке находится несколько десятков человек. Ну и, в общем-то, я спокоен. И вдруг через несколько часов начинают подъезжать фокусники, иллюзионисты и другие жулики, которые заполонили всё пространство. Их было больше ста человек. Ну, участвовало в кастинге 60 человек в первом туре. И около... И 25 человек осталось для второго тура. Всего надо было 16 человек. Поэтому кастинг был очень жёсткий. Но мне удалось сохранить холоднокровие. Снимались мы как раз в особняке конца 17 века. Поэтому... У вас там и образ был интересный. Вот мы видим, смотрите, что-то с вами происходит. Такое очень странное. Да, мы разрезаем себя. Я говорю, я себя разрезаю без какой-либо специальной аппаратуры, без ящиков, как вы видите. Ну, а самое главное, зрители могут вживую всё это оценить. Вот видите, какая восторженная реакция. Просто ошеломительная. Тут Аларсин была в шоке. Скажу вам честно, что даже я был в шоке, потому что мы очень длительно репетировали этот номер. И в итоге, даже в последний момент, я хотел от него отказаться. Не всегда он получался. Очень сложный оказался номер. очень такой, требующий большого внимания. Но, к счастью, всё обошлось благополучно. Я умудрился сохраниться целым после этого выступления. Выйти живым. Да, поэтому, ну вот... Невероятно, Виктор, ну... Ну вот это как это может произойти? Ну, вещь отдельно, ноги отдельно. Что это вообще-то? Это всего лишь фокус. Ну, мне не верится, что это магия. Это техника. Техника. Ну, хочу сразу сказать, что никаких трюков с камерой. 11 камер снимала с разных абсолютно точек, что вы можете увидеть и на экране. Ну, конечно же, живая зрительская аудитория, которая была самым главным критерием. Хорошо, ты показываешь тот или иной трюк или не совсем. Ну, конечно же, жюри. Хотя жюри не всегда было, скажем, мягко. Оценивала адекватно тот или иной трюк или того или иного артиста. Потому что оно было в любом случае каждый раз разное. И каждый член жюри не мог сопоставить выступление одного иллюзиониста и того, который был в предыдущем. И оценить, наверное, по достоинству сложность можно только человеку, который знает или представляет приблизительно, что это сложно на самом деле. Ну, это же шоу. Это самое главное – это шоу. Мне кажется, дело как раз задача жюри, как они думали, не разгадывать, не оценивать сложность того или иного трюка, а смотреть на это глазами зрителя. Удивили их или нет? Ведь программа называлась «Не разгадай меня, а удиви меня». И вам удалось исполнить еще тоже большое количество номеров в этом шоу, не так ли? Ну, у нас была возможность еще показать несколько трюков, пока мое участие в этом шоу не подошло к завершению. Но сегодня я приготовил вам небольшой сюрприз. Я покажу вам номер, с которого начиналось мой путь в этом телепроекте. И я думаю, что вы сейчас сможете ощутить все эмоции, которые испытывала не только тут Ларсон, но и съемочная режиссерская группа. Потом они подошли ко мне после завершения и сказали, мы, конечно, зря так опрометчиво тебя пустили сразу показывать номер, потому что мы не предполагали, что будет происходить. А вдруг ты фокусник оказался бы неудачник, который бы сейчас что-нибудь сотворил не то, что следует. Ну и поэтому не будем долго обсуждать, давайте лучше один раз увидим. Я попрошу помощника принести столик, который нам понадобится. А вот здесь у меня спрятана маленькая вещь. Это кухонный комбайн, который изобрели во время французской революции. Точнее, в то время он особенно был полезен. Так как у нас было несколько членов жюри, я решил пригласить вас также вдвоем для участия в следующем номере. Не волнуйтесь, ничего страшного не произойдет. Да, ничего страшного. После ваших рассказов, когда бывают удачные и не совсем удачные, конечно, жидковато. Все не так страшно, как кажется. Но Виктор, он профессиональный фокусник, поэтому я думаю, что нам бояться нечего. Да, я уже пятый раз фокус показываю, только три раза не получилось. И так все было нормально. Но я думаю, что сейчас бояться не стоит. Держите поднос. Я беру вот такую милую вещь, еще раз покажем ее зрителям, телезрителям. Скажите, у вас на подносе находится самая обыкновенная белорусская морковь. Проверьте, пожалуйста, в ней нет никаких секретов. Да, сидел, и сразу видно. И ответьте мне. Да. Отлично. Скажите, у вас нет проблем со здоровьем, с давлением, сердечко может пошаливать? Да нет, вроде, слабо говоря, нормально. Тогда я вас попрошу, если нетрудно, снимите часики на всякий случай. А вы левой рукой или правой пишете? Правой. Вот тогда с левой руки правильно снимаем часы. Да. Смотри, сверху иду. Я забираю часы. С концами или вернете все-таки? А теперь я уезжаю. Теперь покажите телезрителям овощ. Вот морковь у меня в руке. Мы поднимаем повыше. Вы запускаете сюда овощ. Виктор, что это будет, скажите? Нет, ничего не будет пока, расслабьтесь. Все не так страшно, как кажется, все намного страшнее. Держите вот так ручку. Расслабьтесь. Улыбайтесь. Смотрите внимательно. Вот так. Я не буду участвовать в этом. Нет, не волнуйся. Вы уж понимаете, что мы еще даже не начали фокус показывать. А вы говорите, что давайте попробуем еще раз. Сейчас я... Вам было страшно сейчас, Светлана? Я просто представила, если морковки... Не волнуйся. Сейчас какую часть вы представляли, я не знаю. Это как ножом отрезать морковку. Могли бы еще раз морковочку. Чуть поглубже только. Дайте вот так. Я надеюсь, вы осознаете, что вы делаете, да, Светлана? Вы сейчас разломаете все, что есть вокруг, поэтому идемте к ним поближе. А смотреть надо или нет? Я вынесу это. Хорошо. Вы скажете, можете овощи уже отпустить? Я у него так краска. Вам быстрое оп или медленное террасветлана? Хорошо. Давайте... Виктор, а как это вы думаете? Я думаю, медленнее. Вы лучше правой рукой держите подальше, потому что с одной рукой человек может, а без двух рук это тяжело. Не переживайте. Я не могу с обрабатывать. Правда, я очень боюсь. В Беларуси работают самые лучшие хирурги. Нет, я боюсь, Виктор. Вам быстрое оп или медленное террасветло? Ой. Смотрите внимательно сюда. Вот сейчас произойдет магия. Мы ударим со всей силы, и даже если фокус не получится, вам он запомнится на всю жизнь. Так точно. Раз, лезвие здесь, да, над рукой. Света, ну я поднос держу. Два. Что ты, Саша? Не смотрите. А он держит поднос для вашей руки. Разве вы не догадались? Я вам даже поставить все это вот так? Ну, конечно. Саша, ты здесь. Чтобы не запрызгать ничего. Вот так. Может, не надо? Да, нет. Нет, да. Свет, простите, пожалуйста. Ну, ладно. Волнуйтесь каждый раз, Саша. Раз, два. Ой, мамочки. Отлично. Доставайте вашу руку. У нас все еще работает. В чем секрет? В чем секрет? Работает рука? Нормально все? Да работает. Покажите. Я не испугалась реально, Виктор. Ну, хорошо. Не грамот, Виктор. Дело в том, что мы сейчас должны проверить, чтобы ничего не поломали. Все работает. Мы поднимем ровно то расстояние, как была ваша рука. Но возьмите овощ. Запускайте. Да, расслабьтесь. Овощи уже не страшно. Маникюр будем подравнивать? Нет. Вот так работает эта штука. Сейчас я вас научу очень простому номеру, который, в общем-то, может освоить каждый. Главное в этом номере – грамотно отвлечь внимание зрителя, с которым вы будете показывать тот или иной фокус. Что такое отвлечь внимание, я сейчас более подробно расскажу. Нам понадобится, предположим, колечко. Можно ваше колечко? Да, пожалуйста. Давайте возьмем у нашего ведущего, чтобы он не чувствовал себя непричастным к этому номеру. И он смотрел внимательно. Детель чего-то непонятного и страшного. Пожалуйста. Снимайте самостоятельно. Я хочу, чтобы вы передали его нашей очаровательной соведущей, для того, чтобы я к нему пока даже не прикасался. Давай. Давай, Лидичка. Вы, Светлана, сейчас зажимаете крепко-накрепко в левую ладонь. Это колечко. Да. Теперь плавно разжимаете руку, подождите, плавно, и колечко исчезает. Давайте вот так, чтобы все хорошо могли рассмотреть. И еще раз. Ну, разжимаем, показываем всем. Отлично. Вот видите, такая взрослая девушка, такая доверчивая. Конечно же нет. Куда она денется, если вы его держите в руке? Вы просто его держите, а я отвлекал ваше внимание. Вы его чувствуете? Конечно. Чтобы вы не переживали, что с вашим колечком что-нибудь случится, у меня есть ключи от моей квартиры. Это самая дорогая вещь, которая у меня на данный момент есть. Это хороший бартер. А можно я сразу соглашусь? Ну, я думаю, что к сделке мы придем сейчас позже. А сейчас я застегну ключики в кошелечек. Вас я попрошу правую ручку сделать вот так. Здесь нет кольца, оно в левой руке, правильно? Да. И вы аккуратненько, уж простите, проверите, что здесь нет никаких секретов в кармане. Спокойно. Да. Нас смотрят зрители не так поздно, как... Главное, руку подальше. Вы не только не... Я спокойно. Вы даже можете там, только другую руку можете перевернуть вот так, не волнуйтесь. Там не надо было проверять, но ладно, ничего нет. Вот теперь я на ваших глазах, можете помочь мне оттоприть немножко корма. Опускаю сюда в кошелек. Отпускайте. Да. И видите, да? Колечко в вашей руке? Да. Вы его хорошо держите? Покажите его телезрителям. Вот. Вот теперь я его двумя руками, двумя пальчиками беру, одеваю себя на палец, а вы держите лупу. Держите, пожалуйста. Вам хорошо видно кольцо? Теперь я покажу, что значит отвлекать внимание. Правильно? Смотрите, не надо. Держи, не надо. Вы внимательно смотрите. Да. Смотрите. Раз, два, три. Сняли. Вы подуйте. И мы разжимаем ладонь. А где? Очень простой детский фокус. Никаких рукавов. Можете проверить все в рукавах. А вы с этой стороны проверяете рукава. Там нет никаких колец, секретов, резинок, лесок. Нет. Нет. Все хорошо. Большое спасибо. Теперь ваше колечко снимайте. Я шучу, я поехал. Этого достаточно. Вы знаете, чем отличается фокус от иллюзии? Фокус – это когда у зрителей что-нибудь исчезает. А иллюзия – это когда они думают, что им это вернут. Сегодня я вам показал иллюзию с кольцом. Хочу обратить ваше внимание, что мои руки постоянно находятся на виду. И вы вдвоем, справа и слева можете контролировать. Правильно? Поэтому я вам с удовольствием возвращаю ключи, которых у меня достаточно много, потому что помощники постоянно мне приносят все новые и новые ненужные ключи. И, в общем-то, мы продолжим нашу программу. Светлана, смотрите, пожалуйста, внимательно. С вашей стороны, с правой стороны находятся ключи. Я не понимаю, как это произошло? И здесь висит какое-то странное, неизвестно чье колечко. Я сейчас оттуда все вытряхну, чтобы вы могли все как следует рассмотреть. Это то колечко, которое я одолжил в начале нашего номера. Это оно. Вы уверены, как оно может быть тем, если мы сначала проверили ключи, а только потом я взял в руки кольцо. Давайте я его попытаюсь снять. Оно пристегнуто? Оно даже пристегнуто. Как вы это сделали? Хорошо, давайте для операторов оставим, для крупного плана. Можно, конечно. Пожалуйста, операторы, возьмите крупный. Это точно твое, Саша, кольцо или это не твое? Это мое кольцо. С белым же, да? Да. Можно продолжать? Детский фокус. Да как его можно? Я вообще не понимаю, как его... Сейчас я расстегну. И я хочу, чтобы вы в инструмент, который у вас находится в руках, проверили, что именно то колечко вы одолжили. С белым золотом. У вашего соведущего. Это мое кольцо. Верните ему, пожалуйста. Спасибо, Света. Да не мне, это Виктору спасибо. А что сказать, что вы очень непрометчиво отдали? Жена бы не простила, когда мой без кольца вернулся. Это точно. Ну что ж, разминка прошла неплохо. Ну а теперь я еще хочу вам продемонстрировать номер, который вы также могли видеть в шоу «Удиви меня». Сегодня я приехал, конечно, без огромной аппаратуры, без своих многочисленных помощников. Поэтому я постараюсь вас удивлять с пустыми руками. А самое главное, ну, у нас не будет каких-то специальных приспособлений. Самые простые вещи, которые найдутся, предположим, у кого-то дома. Ну и, наверное, о чем еще бы хотелось сказать, что все, что вы сегодня видите на своих телеэкранах, конечно же, невозможно было бы увидеть на большой сцене, на которой мы работаем. Поэтому сегодня специально для вас необычное какое-то вот такое камерное волшебство, которое особенно, кстати, было популярно в конце 19 века. Мы покажем номер, который показывали медиумы, с которыми очень серьезно боролся в свое время великий Гарри Гудини. Ну а номер этот посвящен одному легендарному событию. Ну давайте мы все-таки присядем и попробуем. Есть такие события, которые на протяжении десятилетий, а порой веков, не перестают удивлять. Одна из них – катастрофа Титаника, в судьбе которого так много непостижимых загадок и тайн. Сегодня я приглашаю вас прикоснуться к одной, еще одной тайне Титаника. Передо мной шкатулка, которая имеет не совсем обычное содержание. Здесь находятся личные вещи и фотографии пассажиров Титаника. Предметы мне были любезно предоставлены организаторами шоу «Удиви меня», поэтому сейчас я хочу вам с особым трепетом передать настоящие артефакты. Это очки одного из пассажиров, которому удалось выжить, несмотря ни на что. И в судьбе его все было благополучно. Это правда настоящие очки человека, который плывет? Конечно. Это даже с настоящими стеклами, не только, что большая редкость. Для вас мы приготовили крестик и гребешок девушки, которая, к сожалению, погибла. Вот вы держите сейчас в руках эти предметы. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь чувствуете? Практически ничего. Практически ничего. Хочу сейчас обратить внимание наших телезрителей, что мы будем показывать необычный эксперимент, и ни о чем с вами не договаривались, и вы будете впервые видеть то, что сейчас будет происходить. Мы уберем подальше шкатулку. В руках моих есть фотографии. Сейчас я по очереди вам продемонстрирую ряд фотографий. Очень аккуратны будьте. Могу и так вот. Да. Артефакт. Нет, нет, вы держите в руках. Сейчас я вам пролистаю эти фотографии, а вас я попрошу сконцентрироваться на ваших личных ощущениях. Если кто-то из людей, которые изображены на фотографии, вызовут у вас какую-то эмоцию, неважно, это будет приятная или неприятная эмоция, я прошу вас выбрать эту фотографию. Только ваши внутренние ощущения. Фотографий немного, поэтому я прошу не затягивать. Это может быть несколько фотографий, может быть десяток, может быть две, может быть меньше, больше. Самое главное – это ваши внутренние ощущения. Я буду показывать вам их медленно и практически молча. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Начнем, предположим, с вас. Дальше. Вот это. Вот это? Угу. Хорошо. Дальше. Да. Это? Нет, дальше. Нет, дальше. 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 Вот это. Дальше. Вот это. Дальше. 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 Вот это. А надо все... Нет, я сейчас остановлюсь. Ну да, так смотрите. Дальше. Дальше. Ну, достаточно, то у нас есть еще Александр, а вдруг еще ему не достанется. Продолжим. Вот это. Вот это. Какие тебе красивые дамы. Скажите, вот перед вами оказался целый ряд фотографий. Как вы думаете, посмотрите внимательно фотографии, что может объединять, как вы думаете, этих людей? Это вопрос к нам. Только то, что они все плыли на Титанике. Хорошо. Они и те, и другие пассажиры Титаника. Да. Да. Теперь я подскажу вам. Подсказка находится на самом деле с обратной стороны фотографии. На фотографиях написана судьба. На каждой фотографии, если посмотреть внимательно, есть даты жизни и что случилось с этим человеком. Погиб он или остался живым. Я прошу вас перевернуть ваши фотографии и посмотреть, что написано на каждой из них. Даже вот так вот буду выкладывать, чтобы... Давайте мы будем... Выжил. По очереди. Описано «выжил». Выжил. Выжил. А у меня все погибли, что ли? Невероятно. А у меня все погибли. И этот выжил. Она, вернее. И девочка выжила. Все погибли. Хочу обратить внимание. У вас были очки мужчины, которому чудом удалось выжить в этой ужасной катастрофе. И у вас каким-то образом, непонятным даже для меня, оказались фотографии всех... Точно непонятные для вас. А у вас оказались все погибшие. Потому как вы держали вещи погибшей, девушки. Самое главное, что в моей коллекции фотографий выжившие находятся среди погибших и погибшие среди выживших. Вот такой необычный эксперимент с вещами. Поэтому не покупайте секонд-хенд, чтобы не повторять судьбы людей, которые носили эти вещи. Но если серьезно, то это был просто небольшой эксперимент. Я хочу этим экспериментом убедить вас не в своих сверхспособностях, а в том, что люди зачастую, которые говорят о том, что они обладают какими-то сверхспособностями и приходят на телевидение, я имею в виду битву экстрасенсов, чтобы всем продемонстрировать их. Они иногда обладают просто талантом иллюзионистов. Да, потому как чаще всего хороший волшебник – это прежде всего хороший актер. Виктор, как вы считаете, жанр, в котором работаете сейчас, он популярен? Потому что я слышу такое мнение, бытует, что в 21 веке он как-то ослабил немножко свои позиции. Мне кажется, просто фокусники, иллюзионисты, которые работают сейчас, которые… Ну, их стало очень много благодаря передаче «Мудиви меня» и другим проектам, где участвовали именно фокусники. Они дискредитировали несколько жанр, потому что для того, чтобы стать фокусником, раньше надо было иметь огромный багаж знаний, огромным трудом ты создавал тот или иной трюк, выходил к зрителю. И здесь уже на самом первом начальном этапе, если ты недостаточно готов потратить силы, время, и недостаточно любишь то, чем ты занимаешься, ты, конечно, уходил куда-то в сторону. А теперь можно просто заказать какой-то трюк, купить его на каком-то сайте и, в общем-то, стать за несколько дней фокусником. Так ли это? Конечно же, нет. Потому что, чтобы стать профессиональным артистом, надо не один год. И я даже себя считаю на самой первой еще начальной ступеньке. И поэтому фокусники, иллюзионисты, мои коллеги, особенно начинающие, в большинстве случаев, они дискредитировали наш жанр тем, что многие, когда звучит слово «фокус» или иллюзионное шоу, они думают, что вот сейчас приедет тот же «Шишко», приедет с чемоданчиком, с гильотинкой, с платочками. И, в общем-то, это все, что они увидят. Хотя на самом деле мы привозим несколько тонн и иллюзионной аппаратуры, а самое главное, мы привозим очень дорогой свет, декорации, и все это в течение шести часов монтируется для того, чтобы зрители увидели полноценное, яркое, серьезное шоу. Поэтому, я бы сказал, жанр дискредитировал себя только за счет того, что вот многие непорядочные артисты и начинающие фокусники выходят на сцену раньше того времени, когда, в общем-то, еще им стоило бы это сделать. Ведь перед тем, даже как я вышел на большую сцену с сольным проектом, я несколько лет отработал в сороковом коллективе, а после этого у меня было больше тысячи концертов сольных на небольших площадках. Садики, школы, то, что, в общем-то, предполагает какой-то весьма тоже серьезный уровень, но это была огромная школа. И только после этого я вышел на большую сцену. А сейчас в областных городах нашей страны можно увидеть афиши ребят, которые вчера только вот взяли в руки реквизит и себя вдруг почувствовали настоящими профессиональными фокусниками. Ну вот так не очень кратко, но, я надеюсь, доступно я рассказал вам об этом. Кроме Дэвида Копперфельда, у вас есть кумиры в этом жаре? Вообще в мире очень много, очень контрастных, разных, и это здорово, очень самобытных фокусников со своим стилем, со своим каким-то видением нашего искусства. Каждый из них прекрасен по-своему. Ну, конечно, Дэвид – это звезда номер один, человек, который самоотверженно служил и служит своему делу, который, несмотря на то, что является самым богатым артистом в мире, дает 400 шоу в год. И сейчас, если вы просто зайдете на его сайт, официально вы увидите в разделе афиши, сколько у него концертов. И самое главное – человек, который, несмотря на деньги, несмотря на славу, продолжал и продолжает трудиться и создавать, и радовать зрителей новыми и новыми чудесами. Тем не менее, Виктор, вы уже состоявшийся артист. Что посоветуете новичкам в этом жанре? – Новичкам я, прежде всего, хочу посоветовать любить дело, которым ты занимаешься, и выходить на сцену не потому, что это приносит какое-то внимание, прекрасного пола, какие-то неплохие заработки, хотя это тоже весьма условное понятие. Наверное, прежде всего потому, что ты не знаешь ничего прекрасней и выходишь на сцену для того, чтобы подарить зрителям те или иные эмоции. Ну и, конечно же, второе – это как можно больше посвятить времени изучению профессии. Потому что если посадить ребенка за руль автомобиля, он, в общем-то, вполне благополучно проедет и бывает даже достаточно далеко. Но все равно в какой-то момент может произойти авария. И это не значит, что его можно сравнить с профессиональным водителем. Поэтому прежде чем садиться за руль, надо изучить какие-то правила дорожного движения и хотя бы минимально знать какие-то технические данные об автомобиле. Точно так же недостаточно иметь хорошего реквизита, достаточно или каких-то репетиций. Это очень непростой путь. Я не думаю, что наша профессия намного проще, чем профессия любого другого вида, жанра. Поэтому только огромный труд и самоотверженная любовь к искусству принесет со временем свои плоды. Виктор, спасибо вам огромное, что вы приехали к нам в гости, показали нам свои фокусы, рассказали о себе. Спасибо, мы желаем вам успехов. Пусть в вашей жизни будет все сложиться наилучшим образом. И всегда пусть в вашей жизни присутствует любовь, о которой вы так много сегодня говорили. Это действительно важно. Поэтому всего вам самого хорошего. Спасибо вам. И, конечно же, слава Дэвида Копперфильда. Пусть будет такая же, как и у этого замечательного, великого артиста. Мы над этим работаем ежедневно. Ну а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» был иллюзионист Виктор Шишко. Всего хорошего вам. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова